Вопросы будущего. В Бавройске прошел форум молодых работников Белгоспищепрома. Для нас важно, чтобы мы понимали и думали одинаково. Где побывали участники? Опасный переход. В спальном районе города под колеса попали двое детей. Какое внимание теперь будет приковано к пешеходам? От стройки до медицины в Могилевской области студотряды готовятся к продуктивной работе. Приобретенные навыки помогут ребятам в будущем. Где молодежь будет обогащаться опытом. А также семейные дивиденды, временный лимит и забота о защитниках. Более трех тысяч аренных квартир планируют построить в Беларуси для военнослужащих. Когда планировать новоселье? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко с государственным визитом посетил Азербайджан. Глава государства встретился с президентом дружественной страны Ильхамом Алиевым. Первый пункт – разговор один на один, после расширенным составом. После лидеры стран подписали пакет международных документов. Александр Лукашенко также отметил. Азербайджан очень много добился за последние годы. Прежде всего в решении своей главной проблемы – возврата земель. Мы как братская и очень дружественная для вас страна, не только потому, что мы друзья давние с Ильхамом Гейдаровичем. Да, мы с Гейдаром были в хороших отношениях, пусть недолгое время, но мы с ним работали душа в душу. Я очень уважал этого человека еще в те советские времена. И часто Ильхамом Гейдаровичу говорю, что вы очень много сделали. И прямо сказал ему сегодня, что вы живете в раю, у вас райская природа. И то, что вы вернули земли, то, что вы их возрождаете, это останется на века, на многие времена. И все это говорю к тому, что если в этом великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить плечо свое, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием, притом ответственно заявляя, сделаем так, как никто больше в мире не сделает. Из-за того уважения и наших отношений между братскими народами Беларуси и Азербайджана. Белорусский лидер напомнил, страны реализуют дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества. В скором времени стороны актуализируют документ. По словам Александра Лукашенко, есть проекты, которые надо не просто прорабатывать, а осуществлять. Один из них – совместное производство комплексных удобрений. Не менее важное направление – сотрудничество в сельском хозяйстве. И Беларусь готова делиться опытом и оказывать помощь в различных сферах. В Бобруйске под колеса авто попали двое детей. Около 7 утра на перекрестке Гагарина и Ульяновской 40-летний водитель «Фольксваген» совершил наезд на мальчика и девочку с 6 и 5 лет. Дети вместе с мамой передвигались по переходу. В результате ДТП оба ребенка доставлены в больницу для обследования и оценки состояния здоровья. В связи с участившимися случаями Госавтоинспекция области с 16 по 24 мая проведет целевые мероприятия. Особое внимание аварийно опасным участкам дорог. На контроле будут пешеходы, в том числе передвигающиеся на средствах персональной мобильности. Краткосрочные неудобства, большая стройка и хвойный запрет. Ограничения на посещение лесов введены в 16 районах Беларуси. Какие места в Блэк-Листе? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В Беларуси ввели лимит на вывоз моркови и столовой свеклы. Лицензирование установлено на 3 месяца. Предполагается, такие меры позволят максимально контролировать ресурсы для первоочередного обеспечения внутреннего рынка под полную потребность за счет продукции, выращенной в стране. В Минтруда рассказали, на какие пенсионные гарантии могут рассчитывать многодетные родители. Для матерей, родивших четырех детей, страховой стаж для назначения пособия снижен до 10 лет. Также воспитывающим ребенка-инвалида не менее 8 лет до его совершеннолетия предоставлено право выхода на пенсию на 5 лет раньше. Более 3000 арендных квартир планируют построить в Беларуси для военнослужащих. Реализовать задуманное планируют до конца 2025-го. Также в будущем, возможно, будет реализовать право на приобретение в собственность, как на платной, так и на безвозмездной основе. Комфортное проживание – залог успешного и качественного выполнения задач по охране стабильного развития республики. Ночью 18 мая в Беларуси могут не работать банковские карты. Временные трудности возникнут из-за работ на аппаратно-программном комплексе процессингового центра. В промежуток с полуночи до 6 утра возможны кратковременные перерывы в обслуживании кредиток, а также в сети организации торговли в пунктах выдачи наличных, банкоматах. Ограничения на посещение лесов введены в 16 регионах Беларуси. Запрет действует в Брестской, Гродненской и Минской областях. В связи с этим исключены въезд транспорта, проведение турслетов и коллективных выездов с палатками. При этом не возбраняется сбор ягод и грибов, однако без разведения костров на привале. Отслеживать информацию можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. Вопрос жилья актуален всегда. Общежитие, аренда, новостройки, вторичка. Статистика вещает, 70% белорусов своими условиями довольны. И неудивительно, в стране есть возможность приобрести любой вид крыши над головой. Первоочередное право на арендное жилье имеют молодые специалисты. Независимо от даты прибытия у новоиспеченных работников, которые приехали по распределению или договору целевой подготовки из других населенных пунктов, есть уникальные возможности. Кроме того, наниматели могут устанавливать денежную помощь, выделять средства для компенсации затрат. Бобруйский горисполком для горожан и приезжих предлагает большой выбор аренды площадок. Большая часть из них пользуется спросом и уже сдана, но есть и вакантные комнаты. Есть определенные категории граждан, имеющие первоочередное право на такое предоставление. Такие категории граждан определены в статье 111 Жилищного кодекса Республики Беларусь. Информация о наличии арендного жилья, а также о сроке обращения за его предоставлением размещается на сайте Бобруйского горисполкома, а также на информационных стендах службы «Одно окно» Бобруйского горисполкома. Инфраструктура – важный фактор, и с ним как раз-таки нет никаких проблем. Бобруйчане могут выбрать для себя как не новый привычный всем район, так и свеженькие, стремительно развивающиеся и перспективные локации. Арендное жилье предоставляется гражданам в различных районах города, где есть свободные жилые помещения. Хочется отметить, что арендное жилье мы предоставляем как благоустроенное, так и неблагоустроенное, требующее ремонта. Понесенные затраты на такой ремонт гражданам возмещаются путем невзимания платы за пользование арендным жильем. В шаговой доступности магазины, детские сады, школы, секции по различным направлениям. Для жизни есть все. И такой вариант далеко не единственный. Форум молодых сотрудников Белгоспищепрома прошел в Бобруйске. В город приехали глава концерна, политологи, журналисты. Роман Костюков окунулся в вопросы отрасли. Местом встречи стал Бобруйский завод растительных масел. Более 80 делегатов пообщались со спикерами форума. Политолог Андрей Лазуткин рассказал молодежи о проводимой политике патриотического воспитания. Имел место и фидбэк. Лидер общественного мнения ответил на интересующие вопросы. Глава концерна также пообщался с молодежью. Молодежь является той нашей опорой и тем фундаментом, на основании которого мы строим свои будущие планы. И под них фактически сегодня строим производственные процессы на предприятии. Для нас важно, чтобы мы понимали и думали одинаково, чтобы мы одинаково оценивали цели и задачи, которые перед нами стоят, и знали, за счет чего они будут выполняться. Программа мероприятия продолжилась на одном из городских предприятий. Сладкую экскурсию по производству для коллег из других регионов провели работники красного пищевика. Различные этапы создания изделий, знакомство с технологическими процессами и, конечно же, самое приятное – дегустация. Форум очень интересный, много чего можно для себя подчеркнуть. Интересные экскурсии. Никогда не пробовала такого зефира. Даже не знала, что такое существует. Это очень здорово, что можно о таком узнать и попробовать. Впервые форум организует концерн «Белгоспищепром». Такого у нас в практике никогда не участвовали. Вот, приехали сегодня в Бобруск. Очень интересно. Выступал председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Николаевич Житков. Интересно общался с молодыми специалистами, задавал вопросы. Для концерна крайне важно внедрять новые идеи и видения. Такие форумы, в свою очередь, помогают каждому звену этого огромного объединения почувствовать взаимосвязь и предложить свои инициативы. Роман Костюков, Станислав Чучерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В городе продолжается набор студенческих отрядов. В топе профессий – строители, технологи, повара, аграрии и даже садоводы. Уникальную возможность посмотреть изнутри, определить преимущества и недостатки, получить карманные деньги ежегодно выбирают все больше молодежи. Бойцами студотрядов по итогам прошлого года стали свыше 6 тысяч человек из Могилевской области. Одно из самых масштабных и созидательных направлений БРСМ объединяет более 40 тысяч молодых людей по всей стране. Молодежь трудится практически во всех отраслях – строительстве, АПК, промышленности, медицине, образовании, пассажирских перевозок. Движение Бобруйчан с каждым годом вызывает ажиотаж. Работа ребят в студенческом отряде помогает им знакомиться со своей будущей профессией, приобретать навыки, а также общаться между собой, знакомиться с друг другом. Приобретенные навыки помогут ребятам в будущем лучше справляться со своей профессией. Движению студенческих отрядов Белоруссии более 60 лет. За эти годы в них вступило более полмиллиона бойцов, у которых появилась возможность проявить лидерские качества, инициативу и ответственность. Молодежь задействована во всех республиканских проектах. А нас-то за что? Чем выставка трофейной западной техники на Поклонной горе обидела демократию? Вот так они не воюют с русскими? Конвейер каких стран поставляет военную технику для ВСУ? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!